Одной главной целью это принятие новаторских, инновационных, принятие смелых политических решений, которые бы позволили всему миру начинать восстанавливаться после страшных событий пандемии 2020 года, преодоление тех разломов в экономике, в социальной политике, тех сегодня экономических опасений, которые возникают в последствии развития пандемии в мире. И, конечно, все мировые лидеры поднимают вопрос социальной справедливости, защиты людей и вопрос доверия. Доверие внутри стран, доверие между странами. Потому что сегодня без объединения усилий и возможностей вывести как весь мир, так и отдельно взятые страны из того сложного положения будет крайне непросто. Что мы видим сегодня в нашей стране? К сожалению, мы видим, что уроки 2020 года не дают никаких результатов. Мы видим, что сегодня и дальше как парламент, так и правительство, так и офис президента пытаются замалчивать ситуацию, пытаются не реагировать на те вызовы, которые есть в стране. А что самое, я считаю, непонятное для людей, они не предоставляют стратегию. Мы видим развалившееся ОМОНа большинство в парламенте, которое хаотично голосует только за те проекты «Одобрямся», но также не предоставляет программу развития нашей страны и выхода Украины из кризиса. И параллельно с этим мы видим принятие абсолютно вредительских решений, которые сегодня сеют панику, которые создают дополнительные проблемы в Украине. И, к сожалению, продолжается тотальный грабеж нашей страны. Первый сегодня самый яркий и актуальный вопрос, который стоит на повестке дня, это решение проблем тарифной политики на жилищно-коммунальные услуги. К сожалению, преступным решением правительства, подняв тарифы, они сегодня спровоцировали людей на тотальные неплатежи, потому что людям нечем платить, и мы все это хорошо понимаем, на акции протеста. И более 200 объединенных территориальных громад, областных районных советов приняли решение на своих сессиях с обращением к президенту, к парламенту, с требованием срочно отправить правительство в отставку и пересмотреть тарифную политику. Но, к сожалению, в результате трех дней работы парламента в новом 2021 году вопрос тарифной политики так и не рассматривался, а сегодня продолжается тот тарифный геноцид, который они запустили в конце года. Решение правительства о пересмотре тарифов в феврале и марте месяце – это филькина грамота, и мы прекрасно понимаем, что те цены, которые они якобы понизили, на самом деле они компенсируют через другие тарифные платежи. Поэтому команда оппозиционной платформы «За жизнь» подготовила пакет законопроектов, на принятие которых мы настаиваем, и показываем четко, как сегодня понизить тарифы до экономически обоснованных, и показываем сегодня, как вывести ситуацию в энергетике с кризисом. Второй вопрос, который является также немаловажным, одним из самых актуальных – это вопрос безработицы. Мы помним, как нам обещала новая власть создать 500 тысяч рабочих мест, и каждый новый премьер, приходящий от них, рассказывал о своих гигантских планах. По итогам 2020 года Украина побила рекордное значение, и мы видим по статистике 485 тысяч официально зарегистрированных безработных. Мы понимаем, что по неофициальной статистике это более 5 миллионов безработных в Украине. Таких страшных показателей по безработице в нашей стране еще не было. И власть Зеленского вместо 500 тысяч рабочих мест обещанных создали сегодня в стране 500 тысяч по безработице. Они сливают деньги на фонды занятости, якобы платят пособия по безработице, но мы понимаем, что это не та стратегия, которая помогла бы нашей стране выжить. Поэтому наша команда требует либо принятия срочной стратегии выхода экономики из кризиса, либо срочной отставки правительства, которое довело сегодня ситуацию до того, что в стране уже каждый пятый человек потерял работу. То, что касается вопроса языка. Эта тема также сегодня является одной из актуальных, потому что вступает в действие мовный закон. Вы знаете, команда оппозиционной платформы «За жизнь» обжалует его в Конституционном суде Украины, и мы считаем, что этот закон абсолютно антиконституционный. Также вчера наша фракция зарегистрировала законопроект 4648 об обеспечении языковых прав коренных народов национальных меньшинств Украины в сфере образования. И мы требуем дать людям право учить своих детей на том языке, на котором они считают нужным и необходимым. Убрать сегодня дискриминацию из нашего языкового поля. Поэтому оппозиционная платформа «За жизнь» считает, что сегодня, чтобы Украине пройти по тем перекресткам разногласий, которые сформированы сейчас в стране в 2021 году, и в 2021 году стать более успешной страной, конечно, нужна большая перезагрузка. Перезагрузка парламента, перезагрузка правительства. И сегодня у нас есть такой шанс, объединяя все возможности и усилия, чтобы в страну привести профессиональные команды и в 2021 год сделать годом успеха для нашей страны. Я вам дякую за информацию.